рада всех приветствовать на своем канале сегодня я снимаю видео как бы в дополнение к тому что у меня вышло несколько дней назад все бисери она называлась поступило еще больше вопросов и я вот хочу сразу ответить как бы видео обращением потому что мне сложно отвечать очень много времени это занимает поэтому решила снять это видео как вы видели когда я снимала свое первое видео процесс вышивки я начинала эту работу и вот многие меня спрашивают то есть начинала я вышивать с сейчас вам покажу здесь может видно вот с верхнего угла с верхнего правого в нижний левый это правда а закончила вот внизу картины я вам показывала уже наоборот я не стала вникать во все подробности но как вижу придется объясню вам почему так произошло я начинала вышивать эту картину для того чтобы вам показать я прошила там три ряда не помню ли четыре вот такой вот малюсенький кусочек и в общем-то эту картину забрала у меня моя мама и сказала что будет вышивать она ее до вышивав половину картины у нее поле появились другие проекты у нее вот лебеди были иконы вот эти вот лебеди как видите вот моя мама все вышивает вот с нижнего правого верхней ей так удобно и вот у меня посыпались вопросы так как же правильно с правого верхнего в нижний или с нижнего или наоборот да нет никакой разницы абсолютно то есть как вам удобно но если вы уже начали с правого верхнего если вы уже начали вы так вышивать то уже так и продолжайте поэтому возникло столько вопросов сейчас я вам еще раз подробно покажу вот я вышиваю сверху начинаю вот я начинаю с верхнего угла с верхнего и иду вниз и вот так вот то есть у меня бисер лежит в другую сторону здесь он наклонен вправо а у меня вот мои картины у меня наклон идет влево бисера и в этом нет никакой разницы главное чтобы вы не начинали не делали в одной картине разные разные ряды то есть одни у вас бисеринки лежат вправо другие влево вот что я имела ввиду а в общем то как вы будете вышивать это не имеет никакого значения потому что посыпалось только вопросов то как же правильно вот я вам отвечаю что выбирайте для себя тот способ который вам нравится допустим мне нравится начинать с верхнего правого вот как вот здесь у меня все бисеринки лежат я начинаю с верхнего правого и иду в нижний и мне так удобно моя мама так не может поэтому она вот эти вот у него здесь было три ряда она их распустила первые три ряда то что вышила я и начала вышивать то что ей неудобно так и она начала вышивать по-своему начала вышивать вот с нижнего правого верхний левый все и еще у меня были вопросы но опять-таки смотрите все идет в одном направлении и заканчивала я эту картину когда мне отдала мама тоже вышивала так как вышивает она не так как вышиваю я потому что бисер бы уже лег в другую сторону вот поэтому в общем то я думаю что понятно то что сейчас я объяснила главное чтобы наклон бисера был в одну сторону либо влево либо вправо еще ко мне поступали вопросы по поводу вот этой вот работы да что голубой бисер он разного цвета и неровный бывает ли такое в чешском бисере сразу вам отвечаю да такой бывает эта картина у меня вышита я ничего сюда специально не покупал никакой бисер я все вышиваю уже остатками то что у меня есть потому что но как бы я не вижу смысла покупать новый бисер когда своего в общем-то килограмм 10 поэтому я подбираю из того что у меня есть и вот этот вот бисер чаще всего попадается до что вот в алебастровом есть такие казусы я не знаю это подделка или ну вот есть даже вот есть одна . я заметила на петровке когда я подбирала там бисер еще первые мои в первых моих начинаниях весь бисер да он был якобы чешский продавался в коробочках по 25 грамм но этот бисер был весь перемешан то есть там был и китайский бисер и чешский поэтому будьте осторожны и внимательны когда тоже покупаете бисер он был разного размера он был и узенький и широкий и разных цветов как бы один цвет но с разным оттенком больше конечно я у этого продавца не покупаю бисер я попыталась выяснить почему так происходит и цена естественно чешского бисера но я же понимаю что и это не чешский бисер то есть он весь перемешку в общем вышел только скандал и в общем то ничего более потом я слышала еще от некоторых рукодельниц тоже в общем отзывы об этой точке что покупают именно вот там попадается ломаный бисер и то есть перемешку с китайским поэтому сразу отвечу и на этот вопрос вот как видите этот бисер вот на эту картину я закупала весь в коробочных пачечках фирменных пресиуса по 50 грамм поэтому здесь таких сюрпризов у меня вообще не существовало весь бисер одинакового размера весь ровный а когда получается что вы покупаете расфасованный бисер по 5 грамм по 3 по 25 даже вот в коробочках папа 10 это все фасует продавец и чего он уже фасует это уже в общем то такое вот как вот здесь я вам покажу на например вот смотрите из-за того что бисер разного размера то есть есть толстенькие есть какой-то узкий очень и вот как бы происходит естественно ложится он уже не так ровно как ложится вот видите бисер который одного размера у меня это не расстраивает я не буду эту картину рассматривать вблизи то есть я решила сейчас как вы знаете я бисером практически сейчас не вышиваю я у меня вышивает только мама вот и то есть ну я не вижу смысла сейчас тем более бисер очень подорожал и зачем мне его еще накупать себе если у меня его очень много и еще на такой вопрос отвечу поступали у меня такие вопросы что делать если единичные бисеринки я прошлом видео просто упустила и забыла сказать вот например вот такие схемы где попадаются вот такие вот единичные бисеринки вот они да вот когда они одинокие такие стоят я прошиваю их двойным швом как вот я вам говорила в первую бисеринку и последнюю я прошиваю просто два раза прохожу ниточкой и скажу что вот если такая картина где бисер частичный и вот такие вот одинокие бисеринки попадаются то я вышиваю вот такой вот мононитью на как леска она прозрачная все вам видно она совсем недорогая и тогда когда вы прошиваете бисер потому что здесь то не видно здесь общая картина и не видно вот этих вот боковых сейчас может я вам покажу когда вот сбоку видно ниточку которая проходит смогу вам показать или нет попробую не фокусируется вы понимаете что я хочу сказать вот когда видно ниточка которая проходит сквозь бисер когда вот здесь одинокие такие бисеринки то это будет некрасиво когда будет проходить грубая нить тем более два раза прошитая поэтому на таких картинах если уж совсем много одиночек я использую вот такой вот надеюсь сейчас я уже ответила почти на все вопросы вот была моя ошибка конечно что я сразу не сказала почему изменено направление в вышивке бисера так как я просто не хотела уточнять да что сначала вышивала мама потом закончить за конец заканчивала работу я и показала как я вышиваю только по той причине что я захотела вам показать как же вышивать только как бы в другом направлении но забыла об этом сказать вы уж меня извините чтобы вы видели как вышивать в одном направлении чтобы бисер смотрел влево и чтобы бисер смотрел вправо а уже как вы будете вышивать это уже выбирать вам вот как видите я могу вышивать так моей маме удобно наоборот поэтому это индивидуально то есть как как вам удобно как вашей руке удобно вышивать еще раз покажу вот бисер лежит влево это когда вы вышиваете с правого верхнего в нижней и два прокола вышивать и здесь все наоборот бисер лежит вправо это значит что прокол идет с нижнего правого верхний левый вот на этом теперь уже наверно точно все желаю всем творческих успехов всем пока пока